Зависите в председателе Союза, хочу писать, я скажу, это актриса, моя любимая, моя ученица, потому что она вот во все это время, она у нас как в руководителе. Все. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня для нашей республики, ну и, наверное, для всей Российской Федерации, праздник, потому что когда рождается книга, это действительно большой праздник. Книга – это маленький ребенок. И вот сейчас мы держим в руках вот две книги, две такие книжки малыша, два маленьких ребенка. Я надеюсь, что эти детки, они дальше будут жить самостоятельно и вырастут в больших-больших детей. На самом деле, когда ты трогаешь эту книжку, вот книжку малышку, они, конечно, роскошные и красивые. В первую очередь, хотелось бы сказать, что люди, которые делают эти книги, это, наверное, просто гений. Почему? Скажу. Только сам поэт может сделать книжку такую красивую, такую яркую, такую представительную. Только человек, вызовно духовный, может придумать такой роскошный дизайн. Вы посмотрите, ведь если даже эта книжка лежит на краю нашего стола, все равно ее видно и заметно. И когда ты ее трогаешь, она сделана из такого хорошего материала, прекрасного, что тебе хочется ее трогать, тебе хочется ее открыть. И когда ты открываешь, ты понимаешь, что над этой роскошной, малюсенькой книжкой работали такие хорошие, роскошные люди, и эти люди сегодня с нами. Я хотела бы вас, наши дорогие друзья, не могу сказать больше, потому что вы у нас уже несколько дней, и вы уже не гости, вы наши уже дорогие друзья, наши братья. Я хотела бы вас представить. Вот арт-директор, арт-директор, автор макетов вот этих роскошных, сам же является поэтом, прекрасным поэтом Арсений Ильинич. Спасибо вам. Аплодисменты. 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 Главный, главный редактор. Роскошная, великолепная, красивая девушка. И самое главное, она просто потрясающий редактор, переводчик и автор великолепных, великолепных произведений. И один из переводчиков прекрасного, такого проекта, который сейчас проходил в нашей республике. Костак Хитобуров его лира была переведена на английских языков. За что мы, Аллочка, наша любимая Алла Поспелова, низко кланяемся вам, потому что тот подвиг, который вы сделали, для нас, для нас остается на века. И вы, как говорится, у гостин, так говорят, вы находитесь в моем сердце. В определенном хорошем, красивом месте, где находятся мои родные. Вот таких красивых. Я сегодня вам хотела представить, и что хотела еще рассказать про эти книжки великолепные. Во-первых, по счету они у нас 92. Залина Васимова, Амазонка, да? И вторая книга 93-я о Валерии Царьеве, Башне. Представьте, сколько книг они уже издали. Какая это красота! И что мне еще нравится? То, что в этих книжках вы первую часть можете увидеть роскошные переводы, а вторую часть, вот вторую часть вы можете посмотреть, полистать. Это оригиналы. И мне что еще нравится? То, что такой подход хороший, очень красивый, креативный. Вы развернете последний листочек, и через QR-код зайдете и узнаете все об этом прекрасном издании. Все об этих великолепных книжках. Я сама позадела сейчас купить все эти книги, которые... Главное, правильно сказать. Издательство СТИ... СТ, большие буквы. И ХИ. Издательство СТИХИ. И это единственное издательство, которое работает, во-первых, так красиво, качественно и так интересно, креативно. А во-вторых, люди, которые это издают, это не просто издатели, это сами, авторы. И для... Конечно, для нас это особо ценно. Поэтому огромное вам спасибо, благодаря вам родились такие две книжки. Низкий вам поклон наши дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотела... Вы все уже ознакомились с этими книжками роскошными. И я бы хотела дать право слову Борису Рожденовичу Козьеву, председателю Союза писателей нашей Рисанки. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня вот такое камерное сообщество собралось, чтобы в этот субботний день поговорить о книгах. Это уже само по себе хороший процесс, потому что не так часто нам доводится говорить о книге в соответствующем расположении духа. я знаком с творчеством и Валерия Голубековича, и Залина Басьевой. Более того, писал про висловики книгам, поэтому я в курсе и с этими книгами тоже ознакомлюсь поглубже, посмотрю, какая цель у этого издательства и так далее, и так далее. И тогда в печатном виде я выражу свои соображения по этому поводу. Но эти книги все равно побывали в моих руках, и я думаю, что это своего рода эксперимент. Видимо, в творческом процессе любой эксперимент имеет право на жизнь. другое дело, что все-таки когда мы берем в руку книги, то приходят какие-то соображения, и чем больше соображений, тем книга будет быть более удачной. Что бы я хотел здесь сказать? Значит, мы здесь наших авторов хорошо знали. Но если книга попадет, допустим, к какому-то русскоежечному читателю, то на этот случай вот здесь бы не помешало, я говорю, в качестве пожелания. Я, кроме всего прочего, еще литературе в гусне Примиратского университета. Поэтому хочу сказать, что небольшое предисловие необходимо было написать. Потому что мы, радуясь книгами, забываем часто о читателе. Вот читатель не, допустим, ученый, не писатель, а просто читатель, любитель книги. У меня есть такие знакомые, биологи, врачи, но у них дома такие библиотеки, что любой профессиональный автор им позовет. Поэтому мы должны поставить на место этого читателя. И в руках у нас книга. Мы, допустим, Валерей, когда он был завкафедрой актерского искусства, я завкафедрой журналистки, много соли сели. Поэтому мне это не нужно. Но вот человек, который лично не знает этих авторов. вот они взяли книгу, и для них надо было дать емкое предисловие. То есть обозначить главные направления их поэзии. И вот это читателю помогло глубже вникнуть в суть этой поэзии, поэтического разговора. книгу Дальше. Вот видите, книга открывается вот так, да? Поэтому корешок надо делать не как в школьной эти как на скапах. Подожди, я запомнил, подожди. Я скажу свои пожелания. Дело в том, что я выражаю всегда свое мнение кинес исключаю, потому что в Ленинградском у нас был такой годовой конструирование газетно-журнальных изданий. Нет такого крупного издания, где бы мы проходили практику. Поэтому нет. И вот если бы допустим это вот наемное типа пожелания, что вот здесь все-таки не были вот эти а вот сзади пределите, чтобы вот так книга сидела. Я объясняю сюда. Книга сидела. Уэсс это хорошо? Действительно хорошо. Ну, вот видишь, вот эта книга так сделала. Я сделала так, потому что это другое количество страниц. Нет, здесь количество страниц не при чем. Здесь эти книги по 10-15 страниц. Я расстанавливаю. Все равно вот так. эти книги на самом деле это болезнь в данном случае. Уже надо прямо скрыть. Печатать. Ну, это переодрежаться вам, что вообще обоих. Вот. Ну, я это наверное спрашиваю. На самом деле если посмотрите там книжки. Вот, смотри. Вот, смотри. А этот приоткрыл. Это еще не успело спрессинговать. Да, дело не в этом. Она все равно так открывается. Знаете что? Потому что у нее конструкция. Конструкция. Вот видишь вот то, о чем я говорю. Надо чтобы хорошо назвать. Это вот второе ее пожелание. Теперь, третье пожелание. Значит, у вас шрифт хороший, но очень будет. Если есть такая возможность, чтобы она была потемнее. Потому что необходимо учить. Знаете, что? Вот это даже лучше. Дело в том, что бумага здесь качественная и она блесит. и вот смотрите. И вот что касается шрифта, он тоже чуть-чуть длинноватый и еще бумага такая отражение такое. И поэтому значит, учитывая, что наш читатель перестроечный, вы знаете, что молодежь мало читает. Поэтому в нашем устремлении мы что должны сделать? Мы должны сделать так, чтобы проживать ему или ей, и чтобы ему оставалось только проглотить. Потому что мы поставлены в такие условия, что у нас другого выхода нет. я 9 лет был декан филомистом факультета. И филологи мало читают. Вот в чем проблема. Значит, мы, когда учились в Резрадском университете, бежали на Невский проспект, чтобы купить новые книги. Всехотнешний научен вот этим ЕГИ, знаете, что такое ЕГИ, да? Потому что последние три года они учат только три предмета, которые понадобятся, допустим, русский язык, общественное или еще какой-то день. Зависит покупец. Поэтому вот как бы мы должны идти навстречу. Вот есть такое понимание у гаишников, пешеход всегда прав. В магазине говорят, покупатель всегда прав. А вот в вашем случае читатель всегда прав. Потому что книги для них нюансы казалось бы они не так звучат, но с другой стороны это говорит о том, что вот к сожалению вот я шесть лет назад был на Международной конференции в Финляндии и вот когда мои однокурсники собрались в Полинградском университете и говорят пойдем в бар немножко выпить кофе пошли шведы и датчане которые со мной учились пристали ко мне и говорят Боже что вы сделали со своим образованием мы у вас учились где учился Гагарин чем плохо эта школа и один даже назвал сего где учился это молодости в юности Гагарин поэтому мы поставили такие условия что эти нюансы тоже надо учитывать допустим что касается моих времен когда этому не надо было говорить это одно мы могли книгу проплатить в любом виде тогда таких красивых книг не выходило теперь после пожелания я хочу перейти к тому чтобы издателей похвалить классический подход к издателю подходит к тому чтобы вот каждое стихотворение было напечатано отдельно то есть вот закончилось стихотворение второе не надо здесь начинать перенести сюда и вот здесь я вот смотрите вот перенесли на другого здесь не начинается это чисто психологический момент то есть вот когда человек читает стихотворение закончил читать да вот здесь мы закончили читатель должен перевести дух сделать как-нибудь паузу и уже перейти к следующему проекретению вот здесь тоже посмотрите очень хорошо поступили что не начинается здесь другое стихотворение это плохо и поэтому я конечно хочу похвалить потому что вот в этом плане это называется верст значит издатели подошли очень тонко и за это их надо похвалить так эти стихотворения они мне все знакомы знакомы потому что и изолини и валерия я писал в дископе и в рукописи внимательно чем образом прочитал и хочу заметить что стихи подобраны очень хорошо хорошо и чем чем они подобраны хорошо дело в том что если книга большая большая то что мы делаем мы делаем так чтобы допустим природ любви какие-то философские и разделить их на отдельные разделы для того чтобы читателю легче воспринимать то что здесь написано а как же быть если книга маленькая но вот эти вопросы еще никто не отменял допустим если мы здесь представили только одни стихи посвященные природе царя или базе это не говорило о том что читаю у читателей создастся какое-то полное впечатление полноценное впечатление и вот здесь стихи так подобраны очень интересно видимо моя школа все-таки сказывается себя не подпали что я подпали поэтому вот здесь стих вот здесь и сам и вот историческая история ажан и таймура это как Ромео и Джулетта и вот это тема представлены вот корабль но какой стадий его порядок но все равно вот здесь корабль дальше значит и тематически очень удачно подобраны и прочитать это читателем читателем созрется какое-то более-менее полное впечатление а задача автора и читателя как раз в этом заключается чтобы читатель получил такое восприятие да поэзии чтобы ему захотелось еще какую-нибудь книгу почитать этих авторов это второй мой комплимент издателем и автором теперь вот здесь книга состоит из двух частей в одном переводе в другом как говорится оригинал и это очень хорошо потому что здесь и национальный автор почитает да вот смотри от жарского и там они и вот такая книга будет интересна не только читателю но и профессиональному специалисту как я литературоведу который может провести сравнительный анализ значит оригинал перевод вот у него есть не надо никуда бегать вот она бери и делай свой анализ у нас кстати в республике есть движение красный одна одна из запах она занимается переводом больше ничем она так сконцентрировалась что она анализирует только переводы больше ничего искусство и и и диссертацию написала и книгу издала в общем толкий специалист и вот для нее кстати создать детей потому что землю это просто находка вот и поэтому вот этот двухсторонний подход оригинала и перевода тоже является удачей нашей издательной на конец вот здесь даны всего две иллюстрации вот во второй части и в первой части они примерно одинаковые но в чем заключается их цель она заключается в том чтобы сделать какой-то маленький водораздел между двумя частями клея это опять-таки для профессионалов может не иметь такое большое значение а вот для обычных читателей это очень важно очень важно и естественно что вот здесь есть маленькие какие-то штучки компьютерные рисунки какие-то вот здесь значит они даны в конце значит вот когда человек прочитал стихотворение ему надо чуть-чуть отвлечься прежде чем перейти к другому стихотворению и вот взгляд упирается вот в это он немножко подумает председа а потом дальше в общем теперь в заключении я хочу сказать о содержательной части этих произведений да если посмотреть на них с точки зрения профессионального специалиста я хочу заметить следующее мы знаем что Валера у нас профессиональный актер режиссер и вот когда я читал его стихи первый раз оригинального то каким выводом я пришел что его увеличение театра и режиссура очень помогает здесь присоциально образной системы образной потому что вот когда мы берем спектакль да я поверьте я 10 лет был деканом факультета искусств у меня и актеры и художники и музыканты это стихотворение это как маленький спектакль там есть композиция и очень важную роль играет композиционная построение и мне кажется что когда воплощает свой поэтический талант Валера у него как будто вот стихотворение это маленький спектакль Валера запомни это крылатые маяши записываю записываю и вот образная система это очень интересный момент и вот когда мы выстраиваем стихотворение от начала до конца то где есть начало спектакля там должен быть конец спектакля где есть начало стихотворение там должно быть и конец стихотворения а вот между ними это умение автора так выстроить стихотворение композиционно чтобы у читателя осталось цельное впечатление цельное впечатление это очень важно теперь что касается цельного восприятия вот такого стихотворения считай что вот когда человек читает я уже то получается таким образом что цельность это что такое цельность это есть ближайшая дорога к зрелосту можно даже двумя словами цельность тереть что я сказал зрелость цельность это зрелость а потому что нет такого автора в нашей жизни который бы не стремился стать зрелым и актером и поэтом и так далее и вот в этом стихотворении я думаю что читатели получат большое впечатление от того что мы с вами что сделали только что ознакомились вот с такого рода авторским подходом и в этом заключается наше счастье значит что касается Залили я вот еще помню ее первое стихотворение значит у нее какой-то ярко выраженное лирическое начало вы знаете что в мире в мире есть есть я два раза там был есть виталий институт не вы еще образовали а просто называется всемирная ассоциация критиков я там два раза был и вот ученые этого института выработали к поэтам такой подход что творческий путь человека должен делиться на три части лирическое начало лироэпическое и наконец эпическое вот первый раздел творчества он должен включать в себя лирические стихотворения исключительно лирические вот человек научился писать и дальше он попробовать должен свои силы в другом опорах то есть перейти в жадовом плане к балладам написать поэму санеты попробовать все в восточном стихосложении и так далее то есть прикоснуться уже к более сложному процессу вот у нас в народном творчестве есть кадры это очень похожее на поэму но с народно-творческим уклоном и вот если Зарина например берет какую-нибудь вот такую легенду и переводит его на стихи то есть в одних литературах его называют литературной сказкой литературной а вот в данном случае это конечно будет поэз или или можете как хотите обозвать но вот здесь с появлением вот таких произведений уже человек вторгается во вторую часть творческого процесса Лина и Питер допустим она освоила это потом уже самая как говорится тяжелая пора это когда человек прикасается тому что называется эпическим началом чисто эпическим то есть человек должен написать драму в стихах просто драму написать поздно это все а вот драму в стихах может только поэз или поэтист поэз я хочу сказать что Салина очень стремительно идет ко второму периоду развития савраторского процесса но на этом нельзя успокаиваться потому что впереди тебя ждет эпическое начало и ты должна Валере написать драму в стихах которую поставит на сцене поэта и еще одно замечание русские писатели поэта читаем в чудескове к басе в наших руках злорник Зарина Басе поэта члена правления союза писателей поэта поэта вот здесь меня всегда упоминает произносит женщину поэта поэта ахматово нет 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 подожди подожди ахматово я лучше тебя знаю потому что я прочитал в Ленинградском институте людской литературы даже архивные материалы даже и любовные послания которые и славят и из русских поэтец только одна считала себя поэта это была цвета все остальные и Ахматулина и все поэтец это знаете как я всегда думал почему кофе это мужское и да Академия наук все перевезли его в дюймин один раз в союзе писателей я заканчиваю был такой момент писатели подходят и буфетчицы говорят налейте нам одно кофе еще писатели не грамотный одно кофе ну мужики обиделись вдруг подходит гамзатов и говорит женщина дай пожалуйста одно кофе и буфетчица говорит наконец и у грамотный мужик и и в это время гамзатов продолжает попьяки булка то есть я призываю вас В следующий раз пишите твои песни. Во-первых, твои имени-то бухлоры. Мы до мужчин еще следим. А ты лично не надо обращаться нежно. Вот, народная актистка, ну-ка встаньте. Ну-ка встаньте. Значит, если бы я у тебя преподавал, ты бы в московском языке оставил. Ты бы сейчас стоял вот так. Смотри, вот она актриса, да? Академистка, афинская актриса. Почему мы должны не обращаться к актеру? Нам ведь это к этому поводу не приходит. А почему к бассе мы должны обращаться? Я не вижу. Поэт, они поэтессы. У нас есть фарактеров. Ты не права, ты горячий. Но? Ты горячий. Согласен, поэт это и не слово. А поэтесса это... АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, в качестве эксперимента, я русский язык хорошо знаю, потому что я диктант писал на четвертой университете. И мне, вот на слух я так воспринимаю русский язык, что многие русские так не воспринимают. Поэтому, вот поэт надо бы попробовать писать поэтессу. Чтоб было помягче, помежнее и так далее. А то мы вот здесь читаем про Валеру тоже поговорим. И про Заветку тоже. Спасибо. Согласитесь, да? Спасибо. Мина, что здесь есть вопрос. На какой большой причем? Спасибо большое, Борис Рожденович, на самом деле. Может кто-то устал, я себя почувствовала в этой лекции. У тебя студенческие годы, Борис Рожденович. И до сих пор помню каждую лекцию, потому что сегодня он очень краток, очень точен. Обычно он еще добавляет театральные штучки, но тогда это, конечно, мы бы до утра сидели бы и радовались, конечно. Спасибо большое, Борис Рожденович. Это тонкий, красивый, ну, как-то сказать. Очень тонко, очень интересно вы рассказали, дали нам такие замечания. Спасибо. Я люблю, когда мне... Пожалуйста. Я люблю, когда мне мои любимые старшие красиво, в корректной форме предлагают какие-то изменения. Спасибо вам огромное. Но сегодня у нас праздник, мы продолжаем наш праздник, друзья. На самом деле мы сегодня собрались на рождение двух детей. И день рождения не бывает с лекциями, бывает обычно с праздничными, хорошими, красивыми, толстами. И я бы хотела сегодня право слово дать Али нашей любимой. Потому что вы, конечно, внесли такую свежую струю в эту республику. И то, что вы сделали, на самом деле это большой подвиг. Так что огромное, огромное вам спасибо за этот подвиг. И, пожалуйста, расскажите. Первое. Первое. Огромное. Спасибо за замечание. И так как печатают малыми тиражами, поэтому я буду просить действительно сделать... Я почему-то не подумала... Потому что когда мы знакомимся с поэтами, мы уже считаем их одными и все про них знаем. А почему-то я не подумала о том, что в Сингле надо не только в местах, но во всех давать предисловия. Поэтому я буду просить кого-то, чтобы написать предисловия на четыре страницы, чтобы не надо было перевёрстывать, чтобы мы просто включили это предисловие и чтобы поэты и читатели по всей стране, действительно, знали, что… И сильно будет наша. Вас удовольствие. Вот. Давайте намечать, вот сюда будем. Вот, мы сюда будем напечатать и сюда, на четыре страницы надо в каждом написать предисловие. Хорошо. Потому что это очень умное, очень значимое, очень правильное. Инициатива наказует. Конечно. Принекуешь предлагать, предлагаешь, то выполняешь, выполняешь, отвечай. Огромное спасибо. Это очень мудрое замечание, потому что я тоже декларированный редактор. Нет, я не декларированный редактор, и это очень мудрое замечание, и я очень не права, что пустилась. Это первое. А дальше, ну, действительно, это «Красная республика», где есть старшие, которые вовремя могут что-то сказать. Наверное, надо на всех республиках это ввести назад, потому что раньше, чтобы у нас уже было. Хорошо, что вы свои книги потеряли. Делая эти книги, мы окунулись, во-первых, это две абсолютно разные книги, книги двух абсолютно разных поэтов, но мы окунулись в удивительную культуру и историю Осетии. И я очень счастлива и очень рада тем, что честь сделать эти пилинги досталась мне. Потому что для нас со всеми очень важна мужба народа, очень важно единство нашей огромной мегонациональной страны. А единственный способ, чтобы я досталась, желая взаимоподвижения, это культурное взаимоподвижение и культурное перемешивание, знакомство с творчеством всех народов. А второе, что важно в каждой республике, в каждой части страны, это сохранение национальной, независимой, немовторимой и невосполнимой культуры и языка. А язык может существовать только тогда, когда на нем делаются высокие произведения. То есть пишутся в романе, стихи, в гессы. И тогда на этот язык переводят в великие произведения иностранных. И Залидом Басийевым, это человек, который перевел на осетинский язык Руслана и Людмила, и получил за это медаль. Было очень приятно, когда твой автор, автор твоей издательств получает медаль. А, ну, человек, я вообще, где мы должны, мы тогда перезавлили. И всегда придется успехом на связи с созданием. То есть прекрасно издавать, 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 издавать. Да, прекрасно издавать такие книжки, значимые для, издавать для республики и страны. Но самое главное, значимость, она не заменяет планку. А когда я делала эти книги, во-первых, конечно же, я начала с Валерием Царевичем. Я с ним познакомилась в Махачтаве. И он читал свое стихотворение про коня на осетинском. И услышав это стихотворение на осетинском, я захотела издать книгу. Потому что это было такое страстное, такое великолепное и такое трагическое стихотворение. Потом вышла Залида и прочитала ваш перевод. И я прочитала чьи-то переводы. Я подумала, да, это обязательно. И мы договорились об этой книге. Тут Мейсад Шейхен окладывается. Залида тоже хороший автор. И давайте ей. Ну, как бы называется, мне не жалко. И, в общем, я так немножко снисходительства знала, но я почитаю. Но я думала, что я буду безумно в восторге от Малерии Царевича. Я в восторге. Но я гораздо больше в восторге от Царевича Царевича. Она сама большой, сильный, замечательная автор. У вас прекрасная республика. Мы сегодня ездили в Нарв. Мы сегодня ездили, как правильно хамилия, в башню Цалаково. И там видели одного из ее хозяев. Мы сегодня ездили в монастырь Святого Георгия. И я поняла, почему эта прекрасная земля рождает таких творческих людей. Спасибо вам большое. А я предоставляю слово нашему Арсению Зубчеву. Спасибо большое. Для меня чрезвычайно и моего большого. Большое удовольствие было работать над этими книгами. Вообще, что такое серия Синька? Мы ее, когда создавали, мы ее создавали как способ поэту представить себя. Это, по сути, поэтическая визитка. Была такая, не мы сравнили нас в московской комсомолке. Сравнили, там, статья большая была по нашей серии Синьку. Сравнили с книгами в библиотеке «Огонька». Помните, такие маленькие в советское время? Маленькие книжки. Я познакомился, например, с Александром Еременко, благодаря этой серии. Там выходили в свое время и в Тушенке, и в Рождественске. И менее известный, ну, тот же самый Еременко, которого нельзя назвать там, условно, суперсвязовый. Да, хотя это великий поэт. И нам хочется верить, что эта серия, она как раз восполняет лакуму, возникшую после исчезновения серии библиотека «Огонька». И так как это 92-я и 93-я книги, это просто самая большая поэтическая серия в стране. Кроме нас этого никто не делает. Большое спасибо за замечание по поводу этого предисловия. Это обязательно надо делать. Я тоже подумал, почему мы об этом раньше не должны думать. Если это книжка-визитка, то поэти в том же «Огоньке» там была маленькая статья про автора. Это важно. А по поводу формата того «На скобе», к сожалению, да, вот эти книги, они прямо с колес. То есть мы, условно, переплетали и в последнюю ночь. Да, переплетали, упаковали и поехали. Вообще они у нас под прессом вылеживаются, и те, которые успели отлежаться, они нормально закрываются. Но тут можно подумать, можно подумать, может быть, и перевести это в формат. Но библиотека «Огонька» тоже главная. Ну, в качестве эксперимента. Можно, посмотрим. Тут же еще важный момент – это баланс цены и качества. То есть надо понимать, что эта книга, так как мы делаем большие тиражи, но маленькие партии, да, мы взяли 50, напечатали, ну, в данном случае, вам 70, напечатали каждого из авторов. Вот. И мы вернемся, будем там, заявлено, 300 экземпляров, ну, допечатаем. Как только мы перешагнем рубеж 300, мы поставим новое значение. Так как мы немножко притормаживаем с отсылкой на СБ, мы отсылаем к концу года, и некоторые книжки успевают к концу года там перешагнуть тысячный рубеж, например, да. Книги покупаются постоянно, потому что мы вот так ездим и продаем, да, подходи, торопись, покупай, торопись. Вот. И это единственный способ продажи книг. То есть, когда я слышал от коллег стинание про то, что вот там книжные сети монополизированы, туда невозможно войти. Во-первых, а, возможно, у нас не возникало ни разу проблем с тем, что пойти в федеральные сети, а второй – это бессмысленно. Ну, условно, какие стихи продаются в книжных магазинах? Ну, это классики. Ну, Пушкина, с ним все понятно, это классик там. Я думаю, что Коста великолепно продается в классе этих, да, без вопросов. Вот. Лерман, ну и так дальше. Проза, все понятно, что. А как может с Пушкиным соперничать, например, вот такой корешок? Никак. Есть книжные магазины, в которых, ну, современных книг, современных авторов, которые, по сути, являются магазинными складами, где вот так вот стоят корешки. И ты можешь найти только то, что ты знаешь, что там есть. Ну, там, где ты продаешься? Я в фалансе, или продаюсь, пошел и пошел. Вот. Но это не способ дистанции. Стихи надо продавать, потому что стихи надо читать. И я надеюсь, что сейчас мы послушаем наших прекрасных авторов, а если останется время, мы кое-что там покажем из книг, которые привезли. Ну, если останется время и желание. Так что я предлагаю... Валера... Валера, как же? Валера, как же? А, 10. Не торопитесь. Все? Хорошо, тогда я очень признателен. Надеюсь, что наши поклёсты... Спасибо. Работаем в Дагестане уже 4 года. 5. Спасибо большое. Сумму я предоставляю нашему старшему, Ивану Давидовичу Алковорову. Без него у нас ничего не проходит в этой республике, особенно во время нашего прекрасного фестиваля. Для тех, кто не попал на этот фестиваль, конечно, очень-очень жаль, что вас не было, потому что это было несколько прекрасных дней, когда действительно вся Россия собралась у нас здесь, в маленькой Осетии, и обменявшись опытом, и самое главное, обменявшись видами, сейчас будет создавать и создавать. Вся Россия будет под впечатлением вот этого прекрасного фестиваля, который уже сейчас нетерпением ждут. Иван Давидович. Спасибо. Дорогие коллеги уже могу, наверное, так называть, потому что соприкоснулся с творчеством молодых. Ну, а что касается взрослых, об этом, конечно, и в школе, и, так сказать, в повседневной жизни мы сталкиваемся. Ну, вот я повистал, значит, за линию вот эту книжечку, я вам хочу сказать, что достаточно доступно на бытовом уровне здесь о ком и о чем только не сказано. И мне представляется, что вот период, когда мы сегодня очень активно боимся за то, чтобы язык наш развивался, вот такого рода стихотворения, они для детей особенно важны. Потому что здесь практически вот в семье все, что происходит о ветре, о погоде, об экологии, о родителях и так далее, все буквально есть. То есть для детей это понятно, это очень важно, потому что мы иногда начинаем какими-то, значит, запутанными фразами обучать наших детей языку астинскому. Я имею в виду, потому что сегодня вопрос астинского языка находится в очень таком тяжелом положении. В тяжелом положении, потому что по своей работе, находясь у руля Национально-культурного центра имени Костах и Тогорова, приходится общаться с школьниками. Вот приходим мы в школу, 10-й, 9-й класс, я спрашиваю, как тебя зовут? А он на меня смотрит, по-остински я его спрашиваю. Он не знает, как мне ответить. 9-й класс, 10-й класс изучает в школе осетинскую литературу. И вот это очень важно, что я хочу сказать, что вот это притягательный момент. Вот именно на бытовом уровне, вот прямо теми фразами, теми словами, которые именно используются в бытовом секторе, вот они могут именно послужить каким-то локомотивом для того, чтобы поделать эту молодежь, молодых детей, молодых, не детей, а детей и молодежь вот в этом направлении. Что я хочу далее сказать? Я технар, и я вам немножечко, так сказать, поскольку оценю вот все, что здесь сказал Борис Рожденович, я хочу немного добавить. Значит, я автор где-то 800 статей и 10 учебников и учебных пособий по своему профилю. Я, так сказать, я занимаюсь техносферной безопасностью. И вот буквально в 2024 году выпустил, называется, управление техносферной безопасностью двухтомник объемом полторы тысячи страниц. Это очень много. Вы представляете, издательство «Проспект», наверное, известное издательство. И издали в объеме тысячу экземпляров, продается в многих, значит, специальных магазинах Москвы, я сам видел. Но вопрос вот в чем. Вот для того, чтобы я получил возможность издать книги вот эти свои и даже статьи, мне нужна обязательно рецензия более авторитетного товарища или знающего в этой области человека. Без этого никто у меня статью не возьмет печать. То же самое касается вот книги, которые я издал. Я отправил, значит, на рецензию по Владивосток одному известному специалисту в этой области в Свердловск и в Санкт-Петербург. Вот они три независимо друг от друга дают свою рецензию где-то на трех-четырех страницах, расписывают, что там есть хорошего, плохого и кому рекомендуется для чтения или для, как специалисту, овцаспирантам, докторантам, студентам, магистрам и так далее. Я здесь такого не вижу, может быть, я не прав, но здесь бы хотел я видеть, чтобы рецензию давал специалист, которого знают люди, которые находятся, так сказать, у читателей, которые разбираются в этом вопросе и он должен сказать, что да, здесь вот в этой книге не обязательно биографию расписывать самого писателя. Не надо это, а вот чего стоит эта книга, кому направлена, кто ее должен читать и кому принесет пользу. Вот это мое мнение, мне кажется, вот такая сторона вопроса должна быть освещена впереди, не знаю, на полстраницы или там на странице, объем, это каждый сам определяет. Вот такая вот канва впереди, она бы способствовала, как только что читает, человек вот приходит и читает, возьмите книжечку и все, он не прочитает. А вот вначале прочитает, кому адресовано, и вы сразу поймете, это вас касается или не касается. Поэтому, мне кажется, вот эта сторона вопроса хромает вот в этих изданиях и вот этим надо бы обогатить. Второй момент, который я видел, я тут посмотрел две книжечки. Здесь бы надо рядом с автором поставить иллюстратора. Вот у нас есть конкурс среди детей, называется «Слово и образ». То есть, вот что хочет Залина сказать этим произведением, образно, должно быть, вот этим иллюстратором, каким-нибудь образом, какие-то рисунки привести вот эти иллюстрированные. И тогда будет увлекаться, читаться этим читателем или ребенок там, или кто бы ни был, быстрее. То есть, оно будет, ну, более востребовано, я так думаю, мне так кажется. Вот, вот эти моменты, мне кажется, вот я заметил сегодня, я надеюсь, что дальше я буду больше замечать, потому что я вижу, что в этом направлении мне повезло, что встретился я вот с такими, так сказать, авторитетными товарищами не только нашей республики, но и вчера мы виделись. И вот я сегодня в присутствии вижу тоже известных авторов слова и мастеров слова. И вот это все дает мне право говорить о том, что я на этом не остановлюсь. Я, безусловно, буду еще больше пытаться присоприкоснуться к молодым авторам, особенно Залине. Залина, мне нравится вот свое вот это произведение, вот Амонды Ашар. Я вот полистал, я вам честно скажу, что это очень большой дар для наших детей. Я буду рекомендовать, безусловно, чтобы ее использовали даже в качестве, может быть, классического, значит, классической литературы в наших изданиях, а в школьной программе. Это очень важно, когда в программе войдет вот такие стихотворения, они эфемерные, вот такие пишут, что такими словами, такими терминами осетинскими, что человек не знает. Сразу начинают их изучать, их приобщать к африканской культуре, там, значит, такие фрукты там растут, вот это там, зачем нам Африка, давайте начнем с себя. И вот здесь все прописано о том, чего его окружает, чего нас окружает. Если ребенок это видит и в книге это читает, у него душа располагается к этому, иначе отвергает его. Если ты не понимаешь, чего читаешь, ребенок начинает совершенно по-другому реагировать на вот это произведение, учение, на это учение. И даже не только сам язык, но и преподаватель становится противным от того, что он не может это понять до конца. Еще раз выражаю, вот что, я под впечатление вчерашнего праздника, мне кажется, что этот праздник удался. И я надеюсь, что это будет иметь очень серьезное продолжение, и энтузиасты есть, самое главное. Поэтому у меня есть такая уверенность, что, безусловно, хоть этот праздник состоялся, но впереди перспектива огромная. И я надеюсь на успех этой перспективы. Спасибо вам всем. Спасибо. Прежде чем перейти к творческой части нашего проекта, я бы хотела предоставить слово Валерию Зарубековичу, царе Шехову. Не буду рассказывать все регалии, народные артисты, публика, актер, киноактер, режиссер, основатели кафедры актерского мастерства. Благодаря ему, как говорится, сейчас все структуры, культуры, от его руководства, потому что у вас столько детей, что сейчас мы занимаем практически всю планету. Поэтому я тоже один из самых первых выпусков. Поэтому ему есть чем гордиться. Валерий Зарубекович, царе. Это как-то очень строго, то он задал нашим процентам, что я даже не могу сейчас говорить. Но тем не менее, презентация книги, я понимаю, что, конечно, радость. Не важно, кто автор, важно то, что он здесь не пройдет. И то, что сегодня здесь друзья, по-настоящему друзья, это больше праздник. Потому что никому эта книга не нужна была, если бы не про людей, которые могут поддерживать эту ситуацию. Но я, как я говорю, вернусь чуть раньше. Вообще бы это не было. Не было бы, если одного человека появились там, нам морзуем. Я очень предлагаю поаплодировать. Неделю мы здесь, и неделю, поверьте мне, никто не приехал выпить и поесть. Никто, скажем так, изначально не собирался в Северную Россию. Но вот этот праздник большой, который мы все вместе, я никому абсолютно не выделяю. Мы все вместе, потому что даже те, которые не были из Челябинска здесь, это сейчас я представлю у Михаила Мамбева. Все равно мы чувствовали, что рядом с нами, потому что я это понимаю. Вот очень так, что переживали с нами, потому что это было впервые. И это было очень тяжело из-за того, что сроки были. И мы чувствовали, организаторы, активные организаторы, ваше дыхание, ваше плечи. Огромное спасибо вам за это. Дальше пошло еще больше. Потому что вот то, что эти две книжки вышли, мы были в Махачкаре. И когда увидели, думали, пластинки, я Зарина говорю, пойдем-ка посмотрим, что за пластинки, диски. Смотрим, я даже впервые видел, и Зарина, наверное, тоже впервые видела. И мы так заинтересовались, как, что, как бы этих ребят затащить в осетях. Первое, он всегда человек так, Супертубий Махазар Махаш, что я видел, хочется домой забрать. И мы познакомились, чудесная семья, мы поговорили, разговаривались. И сроки-то, ребята, все это было полтора месяца назад. Я удивляюсь, как бы успели. Я больше удивляюсь, как успели перевести на языки наши произведения. Но я всегда говорю, если дело благое, обязательно получится. Российский звучит так. И вот я удивляюсь, хотя я даже не могу прийти в себя по одной простой причине. Сегодня презентация, а завтра я читаю доклад Штернахаши на 40 минут. Поэтому я не знаю, я вообще пока, где я, я не знаю. Вот такая ситуация. Но тем не менее, вот мы говорим, да, я, я, вот, Иван Давидович, я очень бы не хотел взрослеть. Я очень хочу, чтобы всегда были старше. Это так хорошо, это так приятно, что рядом с тобой старший, и ты можешь всегда какую-то секунду расслабиться. Но я чувствую, что как-то так я подхожу туда уже, знаешь, как ответственность какая-то большая. И это, это, это момент, конечно, всегда бывает сложно. Но тем не менее, мы сегодня имеем право говорить о том, что да, Таберлан на себя взял ответственность. Я на себя взял ответственность. Залина Байсева на себя взяла. Вот сидит прекрасный человек, который месяц-два раз бывает на Украине, к этим нашим военам. То есть он взял на себя ответственность. И таких людей здесь много, и кажется, что мы еще молодые по 15-20 лет. Оказывается, мы уже взрослые, и мы сами решаем какие-то важные вещи. Почему я сейчас говорю? Иван Давидович заговорил о языке. Она большая проблема не только в Северной Севере. Языки в национальных республиках всегда проблемные. Не важно. Даже у татаров, потому что мы были в Натчике, вот с Борисом, и председатель Союза писатель точно так же жаловался по поводу изучения татарского языка. Это такая ситуация. Почему? Потому что государственность в русском, он везде. А детям легче. И интернет сейчас на русском языке. И это, 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 это. И я думаю, что любое произведение на национальном языке, будь он перевод, будь это оригинал, это большой плюс национальный язык, в копилку. Поэтому я выражаю огромную благодарность. Вот ребята, мне очень нравится. Арсений говорит, как вы сказали, книги не надо что-то, книги не продаются. Книги не надо дарить, книги должны продаваться ранее. И вчера в прощальном банкете, в прощальном банкете, мы все ворно заложили свои книги. Он заставил себя купить, я не знаю, как у него это получилось. Притом добровольно. И потом мне кто-то говорит, почему я купил столько, я не помню. То есть у вас это, это хорошая практика, и мне кажется, так и было. Как он их расположил? Вот я правильно. Театр Алистин, Академического театра, он его так подвинул, да? Что непонятно было, то ли русский театр продает. Поэтому я всем очень благодарю, мои дорогие. То, что мы пишем историю, от этого стесняться не надо, ребята. Я вам напомню просто один факт из моей жизни, где я постарел, может быть, на 20 лет в течение нескольких лет. Это было, когда открывали актерское отделение. Это было так страшно, не страшно, так тяжело. И это было так, скажем, не технически, не по подготовке, скажем, учебных планов. Это было страшно, потому что мои семьяки все хотели, чтобы этого не было. Мои коллеги. Это вот убивал. И я говорю, сейчас времена другой. Я чувствую, что нынешнее поколение, они более добросовестные, более порядочные, более доброжелательные. И только в этой атмосфере может родиться настоящий хороший праздник. Не было бы сейчас в организации этого фестиваля, не захотел бы Тамерлан, не захотел бы Меосад, не захотел бы Ягодницева и все остальные. Не было бы этого. Но доброжелательность и понимание значимости любого проекта всегда приводит к таким результатам. Поэтому я могу на эту тему говорить долго, потому что у меня в дипломе написано «Актер разговорного жанра». Поэтому я не буду сейчас долго это говорить. Тем более, что надо мне потом после съезда завтра, мне надо найти аудиторию, чтобы высказаться все. Поэтому я прошу на новой неделе, Тамерлан, не скажи, что опять к тебе придут. Просто мы будем него проходить, если здесь будешь, мы зайдем. А так минимум. Поэтому огромное спасибо. На самом деле я вас очень люблю. Я сейчас скажу. И еще хочу заметить одну очень важную вещь. Я раньше тоже пытался переводить прессы, в театр, в театр. Когда он начал что-то писать, это во всем длинновато вот это завтра. Не в фильме, а вот здесь Залина, который говорит, а почему ты вот не пробуешь, а почему ты... И она помогала, помогала, помогала. И что-то вот какие-то хорошие произведения получишь. Так что, Залина, тебе огромное спасибо. Ты профессиональный проект. Я могу сказать, Павел, профессиональный. Но если бы тогда ты продолжила заниматься за миром Мериковой, ты могла бы работать в бассейнском театре. Спасибо. Спасибо. Залина, спасибо. Не буду рассказывать, кто она, что она, как она. Все мы ее абсолютно все знаем. Но что меня потрясло в этом году, это когда у нас такая... Бывает история, когда ты предлагаешь своему другу и говоришь, так, в общем, ты участвуешь в моем проекте. Залина говорит, да, конечно, я участвую. А ты переводишь Пушкина, она, да, конечно. А потом она мне говорит, Вадима, Вадима, это так трудно. Я ночами не сплю, я же вообще не сплю. Я же работаю круглые сутки. Как я согласилась, как я... И когда она мне уже дает первое вступление, я читаю вступление, я и ночью пишу. Залина, это гениально. Это просто гениально. Я перечитала 26 раз, прежде чем тебе написать что-то, прежде чем тебе позвонить. Залина, как ты так могла? Откуда ты это все взяла? И когда она мне уже прислала полностью, полный перевод, вот мы сели и начали читать. Мы были в Астинском театре, дочитали до двух часов ночи. Два часа ночи посмотрели на время и поняли, что уже два часа ночи неприлично находиться в театре. И я в два часа ночи пишу Залине. Залина, огромное тебе спасибо. Просто огромное еще спасибо за то, что уже вот скоро, буквально на днях, наша республика, наши дети услышат Александра Сергеевича Пушкина на родном языке. Вы просто не представляете, какой это большой подарок для нашей республики. Залина, мы сейчас, я могу при всех это сказать. Я просто низко кланяюсь перед тобой. Низкий тебе за это засел. Покурс. За это ты, а в остальном, тебя не в жизни. Ну а то, что мы влюблены в твою поэзию, это говорит о том, что на сцене Осетинского театра и на сцене всех концертных площадок звучат только твои песни. Песни с твоими стихами. Спасибо тебе за это. Спасибо большое. Здесь у нас, здесь очень мало, но все очень важные и дорогие моему сердцу люди. Вот хочу начать с Замира Меликовой. Ну, раз начинаем, всегда начинается детство, отрочество там и уже остальное. Замира Меликова, я вот из всех присутствующих знаю этого человека, дольше остальных. А я когда учусь в школе, она мне преподавала, у нас был театральный кружок, я к ней ходила, я к ней ходила, она заслуженная артистка Российской Федерации. Она мне говорила, поступай на актерский факультет, поступай. А я вот сейчас так рада, что я не поступила, потому что я вижу этих актеров со стороны, и думаю, господи, хорошо, что наша писательская интеллигенция, конечно, это совсем другое. Началось. Почему? А что было? Актеры, конечно, люди, ну, немножко сумасшедшие, хорошо, что я не в их эридах. Затем мы проясняем. По поводу того, что сказали, продажи книг, что вот в русском театре выставили, и Борис Рождинович Каврис, что я, говорит, не знаю, то ли русский театр продавал, то ли мы. Я когда-то в детстве очень увлекалась французской литературой, и у нас была книга «Французские повести», и там было такое произведение «Квота или сторонники изобилия», и вот это как раз об этом. Значит, там был такой сюжет, что один человек пришел в офис к другому и продал ему крошка-собиратель. И когда он уходит, этот человек сидит и не может понять, зачем он купил вот эту огромную бандуру, крошка-собиратель, которая, в принципе, никакого толка не берет. Но слава Богу, что вот наш случай, это не такой случай, потому что у нас есть польза. Я четыре дня молчала на фестивале, вот сейчас я решила уже наговориться, что тут накопилось. Когда я первый раз увидела в Дагестане вот эти сборники, я так восхитилась, я такой, о господи, был бы, и у меня вот такая книжечка, как бы я гордилась, с какой бы радостью я ее всем показывала. И когда я вот увидела другие вот эти книги, они такие нестандартные, может быть, стандартная книга, да, открываешь там все предсказуемо, все обычно. И я вот несколько книг там купила, и домой приходила, и вот Лейла, моя подруга, я позвонила, говорю, приезжаю, посмотрите, какие-то книги великолепные. Я даже никогда не думала, что вот я буду через какое-то время стоять и держать вот эту книгу в руках. То есть вот я настолько вам благодарна, ну, я еще это много раз буду говорить. Когда эти книги создавались, мне, у меня все не оба, мы, конечно, были на связи с ними, и они мне скидывали облучки-то, вот они действительно, вот эти две книги сделали прямо вот в последнем, я знала, что они едут на своей машине, это как минимум два дня еще мы в Ростов заезжали, то есть это надо было успеть это все сделать, и они хотели тоже с подарком приехать, чтобы не с пустыми руками, чтобы и нам приятно и сделать. Вот я знаю, что Арсений вообще в последнюю ночь вообще не спал, он сидел и как черный рак там печатал эти книги, чтобы просто успеть нами привезти. И он говорит, я сейчас скину обложку, но я очень переживаю, что вдруг не понравится. И он мне скидывает, я пишу, Арсений, вот именно в таком состоянии сейчас находит мой душевный мир, этот хаос, который здесь был. Я поняла, насколько он понял, даже не то, что в стихах, мы готовились к фестивалю, и вот это состояние ужаса, да, что вот сейчас будет, вот полностью передано. И несмотря на мое спокойствие, которое я создаю, да, вот образ такой определенный, да, внутри я, конечно, ну совсем другая, те, кто меня знают ближе, они знают это все. Ну я просто сдерживаю этот огонь своей души вот в себе, чтобы, ну такая гостинская, скромная девушка, вот как, ну как я есть, да. И когда мне скинули обложку Валерия Зорбиковича, вот башни, я увидела, Валерий, да, уравновешенный, такой спокойный человек, всегда вот море конь держит, вот если бы не он, наверное, я бы уже переругалась со всеми с вами подругами, с грусями, с кем только можно было. Но благодаря Валерию Зорбиковичу, как бы он меня вот, а я очень откройчива, я через 15 часов полностью отхожу и думаю, зачем мне душить? Позвонила, она говорила, я буду побать жутко стыдно за все это. Но те, кто меня знают, они ко мне привыкли, слава богу, и как-то меня в серьезной бысть не воспринимают. Мои подруги Залина Тзафоева, Лейла Сланова, Мариса Накоева, Альбина Голглойва, эти люди, которых я знаю очень давно, я с ними прошла много чего, они от меня натерпелись, но слава богу, до сих пор они со мной дружат, большое им спасибо за это. Я чувствую себя на переднем. И поэтому я просто счастлива, что вот сегодня мы здесь стоим, и вот этот сборник, он небольшой, да, но в нем столько всего вместилось, я не имею в виду, столько вот чувств, столько радости, что Арсения, Аллочка, моя любимая, красивая, дорогая женщина, спасибо вам огромное, что вы вот такой подарок, большой, сделали. Вот как в завершении фестиваля, это лучший подарок, о чем я могла мечтать. И еще, когда Борис Рожденович сказал, что Зарина Басева тоже пишет стихи, я подумала, что да, я хороший наставник, раз вы такие вещи говорите, Борис Рожденович, вот все, что мы могли, мы сделали, вот и за фестиваль, скажу несколько слов, очень сильно. Я думал, Валерий Заргалевич мне сделает актрису, и получилось на балл. Потому что вы не знаете мои творческие силы, Борис Рожденович. И я хочу еще сказать, слава Богу, что этот фестиваль прошел хорошо, состоялся, да, каждый приложил свои усилия, в той степени, в большей степени, в меньшей, но все приложили. Вот без кого-то из тех, кто участвовал в фестивале, этот фестиваль не был бы настолько полноценный, каким он состоялся. Я очень перенервничала, я очень раз, я переругалась с Валерием Зарбековичем тысячи раз, уже думаю, из этого фестиваля, я говорю, если мы не разойдемся, значит, будем жить долго и тяжливо, если этот фестиваль переживем. Но, слава Богу, пережили. Более того, вчера я уже обсудила тему второго международного фестиваля, мы уже наметили, что как будет, так что, я думаю, что с нашей помощью, с Божьей помощью будет и второй фестиваль. Спасибо вам всем огромное, всем. Очень любви, уважаю, еще хочу сказать, здесь собрались, я знаю, что я больше говорю, Борис Рожденович не любит, когда я говорю больше него, но надо будет меня сегодня потерпеть чуть-чуть. Здесь собрались люди, которые, каждый, который достиг высочайшего уровня. Слушай, Борис Рожденович, это наш председатель и стильный писатель, он мой преподаватель. Более того, вот когда, извините, Масташа, не принято говорить, когда у меня виделся, ребенок, вот с первого года дня рождения, Борис Рожденович у нас каждый год сидит за старшем. Ух! Иван Довжидович, это вообще человек, который просто, которого можно покладить, но он еще, Алборова, у меня бабушка тоже Алборова, поэтому они мне не могли сказать, у нас очень крепкие такие родственные связи, поэтому вот пришлось вот исполнять свой родственный долг. Но у нас, Иван Довжидович, уважаемый человек, это вообще наш, достаток всех нас. Спасибо, что вы были рядом, у меня и вчера не было возможности вам все достать, но сегодня я вот наговорюсь уже все, как быстро, что уже завтра со спокойной душой встань. Иван Довжидович, это Балаева, это красивая женщина, она ведущая у нас на радио, всегда, любое начинание, первое, к кому мы идем, это Житя Балаева, мы это в первую очередь на радио говорим, озвучивая нашу. Скажи, что я Валера на однокурснице. Однокурсница Валерия прекрасная певица, у нас есть совместная такая чудесная певица, посвященная тем, кто служит на СБУ. Мы недавно ее презентовали, она вышла, она всем понравилась, поэтому ей большое вечеринство. Спасибо, что ты сегодня с нами, и вчера с нами была. Выдержала этот холод, но досидела с нами. Ну, Замир Амелькова, моя любимая женщина, это школьная, с камней, она очень открытый человек, очень добродушный, она заслуженная актриса Российской Федерации. У нее очень много учеников, они всегда занимают призовые места, это вот, читают стихотворения, поэзию, то есть, например, я перед вами не клоняюсь. Других, некоторых, вы сами представите, Альбина Гоглоева, она ездила в Беспублику, она была с вами, когда мы посещали. Это моя подруга со студенческой, с камней, мы с ней уже 20 лет, друг, поэтесса. Она прекрасная поэтесса, да, Альбин, спасибо тебе большое. Вот, я хочу особенно представить Лейлу Сланову. Я не связываю с нами, Никола, она не просто поэтесса, она прекрасная пианистка, она знает грузинский, так же, как российский. Почему? Такой чуткий человек, да, чуткий человек, прекрасно делает соленья. Ничего не видит. А ее, я всегда говорила, что бингалистка у нас в городе, а в бингаде находят легенды. нахуй во всех отношениях. Вы еще лоббионика улыбкаетесь. я не вижу, я не знаю, 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 ляля, ляля, ляля есть ляля, ляля, ее знают все, ее уважают все, она и поэт, и музыкант, и театрар, она разбирается в усы, она и комодар, да, помнишь, как мы у нее отдыхали в Абхазии? Да, да, да. Вот, ляля, спасибо. Можно я скажу главное о себе? Я сестра Залина Тзахойва, это самая удающаяся моя. Ляля, это Залина Тзахойва твоя сестра, я хочу сказать. Ну ничего, завтра она станет, мы еще с тобой увидимся. Залина Тзахойва, народная артистка наша, моя близкая подруга, которая исполняет мои песни. Вот, Залина, спасибо большое. Валерий Заврубекович, тех, кого я не знаю лично, вы представляете, ну, Михаил Мамик, я его узнала раньше вас, Валерий Заврубекович, я помню, он мне привозил еще с Челябинска, Челябинский метеорит, конфеты, Михаил Мамик сегодня с нами, но я думаю, Валерий Заврубекович не представляет, а мне не доставили, я с вами Гопадима тоже. Извините, что я так много сказал, у тебя тут, я искренне молчала, сейчас я буду знакомы. Есть над чем работать. тогда метеорита не было. Я бы хотела дать, значит, мы раньше знакомы. гостю из Челябинского метеоритет, я бы хотел, у маме его. но это не вредно. Ага. Но, спасибо, Михаил Мамик, значит, я поехал по инцитиву, я предъяснил, чтобы вот книгу, которую вы выпусили, не туда-другую, красную, солнце, хуже, революции, презентовать там, потому что у вас переводчики были из Челябинска. Кстати, Белый, конфеты, которые я тебе привез, купил их, вот этот человек. Я не привез, без конфетов не приехал от Челябинска, мы зашли в магазин, говорили, метеорит просили. Вот он купил, а ну коробка это привез, так что, теперь приносим его. То есть, человек, который встретили в аэропорту и гостя, заплатили, в карнир и поил, оказался замечательным человеком, и он еще и стоматолог. На что, находясь три дня, успеете, зубы? Но, хочу вам сказать, что я зашел к нему в дом, это был чистый осетин. И пироги осетинские, и пиво осетинское, и носил. Фанат осетинского, фанат осетинского, и я ему так благодарен, и Михаил сейчас прилетел на съезд в российском, и он еще. Спасибо тебе, ребята. Юмэта, полноладцы. Он просто. Ну, дорогие друзья, я, во-первых, хочу сказать, что, ну, то, что, во-первых, сейчас сказал, это ничего здесь особенного нет. Вот, он был гостем на уральской земле, гость для осетина, это всегда божий посланник, поэтому, наоборот, тебе спасибо, что ты приехал туда. Но, между прочим, ты туда приехал тоже не просто так. Тоже, ведь это, вот, благодаря Золине мы подружились с Ниной Александровной, ну, я впервые, я раньше с ней подружился, да, ну, и Нина Александровна, кстати, я должен про нее сказать, все-таки, здесь добрые слова, потому что это человек, который, человек русской культуры, она профессор, она уникальная женщина. Михаил, я извиняюсь, Римочка, записывай, вот, сейчас мы, это, скинем, и кодинцевой, то, что вот, Михаил, что я здесь добрый слова. Да, она даже сейчас не ждать, что вы сейчас с нами, смена караула, одна уехала. она в курсе, что я, это, здесь. Римочка, записывайте. Добрый план. Продолжаем. Значит, благодаря Золине мы подружились с Валерием, сперва, потом, с Алиной и Ниной Александровной. Это уникальная женщина, которая, которая мне сказала, что до той поры, пока будет переводиться осетинская поэзия, будет смысл для молодежи писать на родном языке. А это значит, что родной язык будет жив. Это сказала Нина Александровна, которая, я так думаю, не меньше, а может, в коей мере, больше патриота осетинщины, чем некоторая осетина. Поэтому это большая была радость, что мы познакомились, что мы общались. ну и, собственно, вот я сюда попал случайно, как бы я не настраивался сюда попасть, но вы не могли меня не пригласить, я не мог прийти. С одной стороны, я не актер, я не поэт, но я доктор. А доктор всегда был культурным человеком. Поэтому я счастлив, что я сегодня здесь, в вашем обществе. И я должен еще отметить один нюанс. Большое счастье, когда есть учителя, когда есть старшие. И вот сегодня мы в присутствии двух наших старших, которые неравнодушно высказали свои пожелания, свои мысли передали для последующего поколения. Это большое счастье, что мы это можем наблюдать и что мы это все видели. Самое главное это преемственность. И пока жива эта преемственность, пока есть неравнодушные старшие, поэтому ваша рамбонбира и дай Бог, чтобы всегда у нас присутствовала, пока мы существуем, наша традиция и наша осетивщина. Поэтому мне очень приятно, что я здесь. Валера и Залина, я вам очень благодарен, что вы вспомнили про меня. И теперь до завтра. Теперь до завтра. его древний предок Мамир Арана был послом Осетии в Петербурге. Лично был знаком с Екатериной Великой и он говорил на семи языках. И когда он поговорил с Екатериной на немецком языке, он остался в Питере и принимал осинский и кавказский послов. Ну что, друзья, я бы хотела услышать эти стихи, которые вы сейчас откроете и почитайте для нас. Я знаю, что многие из вас уже выбрали себе по одному стихотворению. Кто откроет наш марафон? Послава Богу. Я еще не люблю. А вот для вас открой страницу. Вы же прекрасно читаете все стихи. Очки вам продолжит Балерий Залпек. Не тот сборник послава. Не тот, который меня тоже знает. А у меня минус. У меня еще молодожный нет. Никак не старики. Один душ мой большой, да? Ага. У меня на сто лужина. Спасибо большое. До свидания. Семьио. Чы. 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 динам, то тем и не динамик премида, то то так. То что это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 . Спасибо. RUSS. У нас проблема была, потому что до 70-х годов национальная поэзия, были люди посевоенные, полвоенные, но так получилось, что начиная с 80-х как-то молодых не появлялся, а после 90-х еще страшнее было. То, что сегодня в осенне появились поэты, молодые, ну как молодые, поколения, это большое счастье, потому что и с развалом Советского Союза, наверное, такого внимания не было. И сейчас вот в республике можно найти очень много талантливых людей, но самое главное, с ними надо работать, им надо помогать, их надо продвигать, тогда они будут состояться. А если мы не будем обращать внимания, то каждый в своем комплекте выйдет дальше. Поэтому вот Аслам молодец, он нам молодым помогает и сам посмотрит, сколько выпускает хороших, если на уровне вылетели. Спасибо большое. Спасибо большое для всего, что ты делаешь, весь план, который ты носишь. Он очень скромный человек, но сколько он делает, у нас в гостинстве поэзии с компанией один автор на данный момент не делает. В дело победы правыми над неправыми, я скажу так. А улыбки для улыбки? Вот широкие, такие это обаятельные. Все, спасибо. Спасибо, друзья. Теперь просто фотографируем.